Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости «Анапа-регион» в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Правила благоустройства курортной Анапы. Нарушения, чреваты штрафами и всеобщем внимании. 17 декабря в день святой великомученицы Варвары в селе Варваровка осветили храм. А сейчас обо всем подробнее. Ежедневно специалисты управления муниципального контроля проводят мониторинг курорта и сельских округов. В Анапе одна мобильная группа за два дня выявила несколько нарушений правил благоустройства. На улицах Шевченко, Крымской, Объездной, Владимирской, Астраханской и Набережной. На центральном пляже города-курорта в районе информационного табло идет реконструкция здания. С набережной стройплощадка закрыта временным сплошным ограждением. Забор затянут баннером с цветами. Цветущая композиция, как картина на стене скрывает дыры. Со стороны моря видно. Секции забора поредели. За нарушение правил благоустройства специалисты управления муниципального контроля возбудили административное производство. На улице Крымской, 38, проводят строительно-монтажные работы. Стройка ограждена, но нет уже привычного анапчанам цветочного баннера «Недоработка». Мы находимся на центральной улице. У нас в городе такое состояние заборов быть вообще не должно. У вас должен быть забор железный, у вас должен быть обязательно козырек, потому что не дай бог, чтобы где-то чего-то никому наладо. И красиво обтянуты баннеры. Специалисты управления муниципального контроля проверили законность возведения некапитального объекта на улице объездной 40. Конструкцию должны установить в метре от соседнего участка. По факту, расстояние вдвое меньше. Металлические каркасы обязали перенести. Осенне-зимний сезон в Анапе – время строительства, и каждый объект – стройки на особом контроле. Каждую неделю специалисты управления муниципального контроля составляют десятки протоколов за нарушение правил благоустройства. Не все предприниматели уделяют должное внимание своим объектам или территориям, прилегающим к ним. На улице Астраханская, 75 Д, у входа в магазин переполненная урна, газон вытоптан. Из благ цивилизации только прокат велосипедов. И тот организован с нарушением. Прямо на тротуаре. Тут ни на велосипеде не проехать, ни пешком пройти. Проход занят. Специалисты по каждому факту нарушения составили протоколы. После замечания у дома номер 59 по улице Шевченко хозяева убрали мусор. До этого на газоне ждал своего часа облицовочный материал. По улице Владимирской еще одно замечание. Жильцы дома после пожара вынесли испорченные вещи на улицу. Но вызывать машину для вывоза крупногабаритного мусора не стали. Поступили проще. Оставили вещи на газоне. Мусор с перекрестка убран. Из каждого единичного нарушения складывается общее впечатление о благоустройстве курорта. Специалисты Управления муниципального контроля за 11 месяцев уходящего года составили 1663 протокола об административных правонарушениях. Работников ТОСов можно смело назвать одними из самых важных людей в Анапе. Именно к ним идут жители курорта со своими проблемами и предложениями, зная, что общественники их связующие звено с городской властью. И озвученные ими просьбы будут услышаны наверняка. Примеров совместной плодотворной работы ТОСовцев и администрации за год накопилось немало. Итоги подвели на Координационном совете по территориальному общественному самоуправлению при главе города-курорта. Мы на Кубани, в Анапе, сегодня прожили достойно, очень сложный и очень ответственный год. Я не буду дотошно повторять все мероприятия, но о наиболее значимых, в которых вы принимали непосредственное участие, пользуясь сегодняшним случаем, скажу и еще раз хочу выразить вам всем огромную благодарность за понимание того, что мы делали. Потому что, честно скажу, и у меня менялось и мировоззрение, и отношение к тем событиям, в которых мы принимали участие, по ходу нашего участия. По введению итогов уходящего года традиции в этом году отчет показали в фильме об успехах и сложностях работы общественников. В Анапе работают 142 домовых и квартальных комитетов в городе и сельских округах. Это цифры, а за сухими цифрами статистики стоят инициативные и ответственные люди, влюбленные в свой город и общее дело. Благодаря принципиальной позиции представителей ТОС в городе освобождены от застроек зеленой зоны по улицам Астраханская, Чехова, Лермонтова и многих других. Прошли работы по благоустройству скверов, строителей Трисвичи по улице Кати Соловьяновой и Стахановской. Активисты помогают доставить извещения на оплату налогов и коммунальных услуг точно по адресу. Организуют субботники, праздники, чествование заслуженных жителей курорта. Активисты и общественники проводят работу по патриотическому воспитанию детей и подростков. Организовывают досуг, заботятся об условиях отдыха и развития детей. В городе и сельских округах работают клубы по месту жительства. Основное внимание общественники уделяют работе с детьми из неблагополучных, социально незащищенных семей и детям-инвалидам. Все, что вы сейчас практически видели в фильме, это и благоустройство. Мы, кстати, Кате Соловьянова еще, я считаю, не доделали, мы доделаем ее к сезону. Это все по вашим пожеланиям, это я узнал от вас, понимаете. Есть моменты, которые сегодня решаются. Несмотря на насыщенную событиями жизнь, общественники Анапы перенимали опыт коллег, участвовали в форумах, научно-практических конференциях, отчетных краевых мероприятиях. В Сочи, Горячий Ключ, Абинск, Краснодар, Анапа встречи и обмен опытом проходили в гостях и дома. Следующий год – год 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Мы должны привести в идеальнейший порядок, а там, где у нас уже есть мысли, реконструировать наши места памяти, ну и, соответственно, окружить заботой наших ветеранов. Представители законодательной власти, депутаты – еще одно звено в совместной работе администрации и общественников. Вы ведете огромную работу по воспитанию, по патрическому воспитанию, по формированию общественного мнения. Все делаете для того, чтобы и политическое, и общественный климат у нас, в нашем городе, в населенных пунктах, соответствовал тому, что все-таки мы, курорт, и мы, гостеприимные хозяева, должны принимать и радовать всех наших гостей, которые приезжают к нам на отдых. Отметить лучших по итогам года – еще одна добрая традиция. За активную жизненную позицию, личный вклад в развитие территориального общественного самоуправления, почетными грамотами и благодарностями главы Анапы была награждена едва ли не большая часть собравшихся в зале. Сюрпризом стало ответное слово общественников анапскому главе. Сергею Сергееву вручили премию «Народная любовь» – сертификат и статуэтку «Эксклюзив». Авторы-тосовцы рассказали о воплощенной в ней идее. Статуэтка в виде ферзя – ключевая фигура в шахматах, которая решает множество задач. И хрустальное сердце, символизирующая многогранность и хрупкость любви. Вы все это будете видеть в приемной, под стеклом у нас, да? Но я вам обещаю, что буду работать так, чтобы действительно вот этот аванс, а я считаю это аванс, потому что за два года что можно сделать такого знаменательного? Но фундамент, поверьте, с вашей помощью фундамент мы заложили очень серьезно. 17 декабря в день святой великому ученице Варвары в селе Варваровка осветили храм. После торжественной службы в возведенном храмовом комплексе верующие православные христиане прошли крестным ходом. Подробности в сюжете. Церковные свечи горят тихо и уютно. В храме людно. Казаки в парадном облачении, женщины в самых ярких и нарядных платках. Святые мудро смотрят цикон. Храм святой великому ученицы Варвары освящает епископ Новороссийский Геленджикский Феогност. Я учусь в воскресной школе, там много детей. Мы когда приходим, нам рассказывают о священном писании, какие праздники бывают. Мы сейчас готовим спектакль на Рождество и мы поделки всякие делаем. На новогоднюю елку мы сделали игрушки сами. Сегодня я пришла в храм, здесь освящают храм и святой источник, святой великому ученицы Варвары. Церковная школа теперь будет располагаться в старом здании храма. Есть несколько преданий, которые гласят об основании этого села и этого храма, этого святого места. Эта земля принадлежала царскому генералу Павлову, который основал селу Павловка и селу Варваровка в честь своей дочери. В 90-е годы, здесь раньше не было православной церкви, местным жителям близлежащих домов явилось видение женщины в белом. Якобы это была великому ученица Варвара и указала на место нынешнего источника и сказала, что здесь ее место поклонения. Варвара – покровительница больных и страждущих. У святого источника установили фреску размером полтора на два с половиной метра, написанную мастерами Свято-Екатерининского храма. Председатель Творческого союза иконописцев Кубани София Мачигина, ученица заслуженного художника Российской Федерации, известного иконописца отца Георгия Ивашенко, уже 25 лет работает над созданием икон. Настоящие иконописцы – это святые отцы, а мы воплощаем то, что передано нам церковным преданием в каноне. Его, конечно, нужно прежде всего любить, это искусство, потому что оно, знаете, не сразу понятно, его нужно постигать очень долго. И открывается оно только при каком-то молитвенном настрое, когда молишься, тогда постигаешь его глубину. Чтобы приложиться к фреске, прихожане приехали из разных населенных пунктов из Славянска-на-Кубани, Анапы, Краснодара. Для селян храм – это еще и надежда. У нас долгожданный праздник – освящение храма во имя святой великой мученицы Варвары. Давно ждали этого дня. Для прихожан это праздник села Варваровки, потому что в настоящий момент нам надо, наверное, вырастить уже поколение православных христиан, которые не заражены злым таким зерном нигилизма, космополитизма. Храмовый комплекс осветили, прошел крестный ход. Прихожане унесли в сердцах праздничное настроение, благодать и теплоту. Внимание анапчан и гостей курорта. Большая распродажа кожаных курток, дубленок и обуви. Только один день – 20 декабря с 10 до 19 часов. В отеле «Плаза» действуют скидки до 70%. Анапа, улица Красноармейская, 10Б, отель «Плаза». Она поготовится к Новому году. До главного праздника, который отметят все жители страны, осталось менее двух недель. Напоминаем, в эфире нашего телеканала стартовал телепроект «Письмо Деду Морозу». В этом году кроме писем вы можете присылать видеофайлы с новогодними приветами или поздравлениями, которые увидит весь город. Среди приславших видео будет разыгран главный приз этого сезона – телевизор. Написавших письма на электронный адрес ждет множество других призов от партнеров программы. Подробные условия и программу «Письмо Деду Морозу» можно посмотреть на сайте www.anaparegion.ru. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Поступила новая коллекция одежды к Новому году. Платья вечерние и на каждый день. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц.